Кельбаджар в переводе с древнетюркского языка означает «крепость на реке». На скале, где расположен населённый пункт, вдоль по течению реки Тер-Тер-Чай, есть выстроенные в ряд искусственные пещеры. Город расположен на расстоянии примерно 450 км к западу от Баку. Рельеф здесь горный. Самые высокие вершины – Джамыш и Дели-Дак. В центре и северной части района огромные пространства занимают широколиственные леса. В горах раскинулись альпийские и субальпийские луга. Кельбаджар отличается богатой флорой и фауной. Здесь обитают горные козы, бурые медведи, дикие кабаны, белки, орлы и другие животные. На территории района произрастает более 4000 растений, 200 из которых лекарственные. Кельбаджар называли райским уголком Азербайджана – природным музеем. На территории района находится более 30 тысяч родников, более 100 минеральных источников. Административное деление района выглядело следующим образом – один город, один посёлок городского типа и 145 сёл. До оккупации со стороны армянской армии в 1993 году на территории района проживали около 55 тысяч человек. Захватив Кельбаджарский район, агрессор разрушил, разграбил десятки школ, домов культуры, более сотни библиотек, 9 детских садов, столько же больниц и аптек, историко-краеведческий музей, тысячи квартир и частных домов. Кроме того, были уничтожены почти 40 тысяч гектаров лесного участка, большие территории и природных ресурсов, включая богатые месторождения золота. Одним из тысяч благ, дарованных Кельбаджару природой, является прославившаяся на весь мир своими лечебными свойствами, вылечившая и вернувшая к жизни миллионы людей живая вода из Тесу, образованная в 1138 году в результате сильного землетрясения. По своему химическому составу и физическим особенностям, эта вода является аналогом воды, известных всему миру источников Карловой Вары, а по некоторым особенностям не имеет аналогов во всём мире. Среди других достопримечательностей района также многочисленные объекты культурного наследия Кавказской Албании, Дадивенгские и Гонзасарские монастыри IX и XIII веков, а также Зарская пещера эпохи Палеолита. Азербайджан на протяжении 30 лет не оставлял попыток мирного регулирования карабахского вопроса. Однако Армения не собиралась возвращать оккупированные территории. Вопреки резолюциям Совета безопасности ООН, требующим безоговорочного вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий, в 1999 году агрессор начал заселение территорий. Сегодня эти незаконные жители района, покидая азербайджанские территории, спешно уносят всё, что им не принадлежит. А что не получается вывести, уничтожают и сжигают. Я бы не хотел, чтобы была ещё большая война на Кавказе. У меня нет сомнений в том, что Азербайджан вернёт и укрепит свои силы, вернёт все свои территории. Но я бы хотел, чтобы всё-таки Ереван и армянский народ осознал, что жить мифами, жить прошлым и обвинять всех в своих грехах и считать всех обязанными армянскому народу уже не нужно. Оккупационной политике Армении удалось положить конец в ходе 44-дневной отечественной войны в зоне Нагорного Карабаха. Доблестная азербайджанская армия одержала блестящую победу. Враг был повержен. Официальный Ереван был вынужден подписать акт о капитуляции. В 1991 году, несмотря на то, что население Азербайджана было два раза больше, а территория три раза больше, бюджет Азербайджана и Армении были одинаковы по курсу на американский доллар примерно 5 миллиардов долларов. Сегодня бюджет Азербайджана 16 миллиардов долларов, бюджет Армении 3-4 миллиона миллиарда долларов. В 1991 году население Азербайджана было 7 миллионов, сейчас мы 10 миллионов. Население Армении было 4 миллиона, сейчас только официально 2,8. Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский и Кельбаджарский районы без единого выстрела. 25 ноября вооруженные силы Армении покинули Кельбаджарский район Азербайджана. Ранее эта дата была назначена на 15 ноября, однако в связи со сложностью рельефа по просьбе Еревана Баку проявил гуманизм и дала срочку в 10 дней. До 1 декабря вооруженные силы Армении должны будут покинуть Лачинский район. Ровшан Ильясов, Сибиси. Редактор субтитров А.Семкин